Всем привет! Сегодня у нас необычное видео, это будет интервью. Интервью с очень интересным человеком, мы так запоминаем. Во-первых, Надя сдала ЕГЭ на 100 баллов, а это суперкруто. По немецкому языку, разумеется. И было это сколько лет назад? Это было в 2015 году. Да, то есть не так давно. Надя многократный призер и победитель всероссийских олимпиад по немецкому языку. Ну и самое интересное, что нас сегодня будет интересовать, Надя учится в Германии уже несколько лет, и она автор сообщества... Как это называется? Про-студию. Про-обучение в Германии. Все, что нужно знать об обучении, как начать обучение в Германии, как переехать, и вообще, какие ступеньки нужно пройти для этого. Сегодня мы об этом узнаем из первых уст, от очень компетентного человека. Поехали, Надь, расскажи. Изначально 11 класс. У тебя какие знания немецкого языка, какие дипломы, и какие твои шаги были? Ну да, я очень долго учила немецкий, и получилось так, что уже в 11 классе, даже еще раньше, у меня уже был C1. У меня была такая особенная школа, в которой можно было сдать языковой сертификат. Есть несколько языковых сертификатов, и вот у нас можно было сдать ДСД диплом. Ну, ты тоже его сдавал, то есть... Да, и ДСД он эквивалентен? С1. Да, то есть я сдавала на С1, подтвердила этот уровень. Затем у меня была возможность написать вступительный экзамен в студент-коллег, это необходимая ступень для того, чтобы потом пойти в университет в Германию. Вот, я написала экзамен, поступила, затем окончила этот студент-коллег, я думаю, про него сейчас еще пойдет речь. Поподробнее, давай здесь по порядку прямо остановимся. Ты приезжаешь, помимо экзамена, чтобы в студент-коллег поступить, что нужно еще сделать? То есть помимо сертификата C1? У меня был немножко нестандартный случай, поскольку я поступала из школы. Но вот если для большинства людей говорить, кому может быть интересно, те, кто заканчивает школу, им нужно иметь какое-то подтверждение языка, не всегда это C1, и нужно подавать документы в университеты. То есть это идет параллельно, ты должен выбрать университет и уже студент-коллег. Без университета в студент-коллег не имеет смысла или нельзя? Можно, но просто для того, чтобы поступить, нужно подать документы, как вот в обычный университет. Там просто отметить, что ты хочешь идти в студент-коллег. Ага, понятно. И какой минимальный уровень, чтобы начать обучение в студент-коллег? Ну, для того, чтобы подать документы, тут немножко надо быть осторожны, для того, чтобы подать документы, хватает B1 в некоторых студент-коллегах. Но сейчас уже наблюдается такая тенденция, поскольку очень многие ребята поступают, не только из СНГ, что постоянно уровень, с которым тебя допустят, к экзамену, повышаются. А для того, чтобы написать этот экзамен, нужен, как правило, еще выше уровень, то есть B2, C1. Ну, то есть минимум B1, но желательно как B2 и выше. То есть вам нужен уже хороший уровень, чтобы хотя бы попытаться начать обучение в Германии. И именно вот в студент-коллег. Студент-коллег это, в принципе, коротко говоря, это ступенька, которая нужна обязательно, чтобы поступить в дальнейшем университет. Более подробно, чем ты занималась этот год? В студент-коллег? Да. Ну, по сути, это как 12-й год школы или гимназии в Германии. Но он только для иностранцев. Он только для иностранцев. Да, у иностранцев. Там 12 или 13 лет обучения, и они не понимают, как это за 11 лет у нас можно освоить школьную программу. И поэтому мы проходим в студент-коллегии. Те ребята, кто поступают, они проходят предметы согласно их курсу, направлению. Например, у меня были биология, химия, физика. Это все на медицину. Да, это все на медицину. И вот это все на немецком соответственно. И потом ты сдаешь экзамен и с оценкой, которую ты получил за студент-коллег из школ, они суммируются в большинстве случаев. То есть у тебя школьные оценки в России суммируются с оценками, которые в студент-коллегии? Это не везде так, но в моем случае в студент-коллегии Миттельхессен было так. Что касается немецкого, у тебя был уже уровень высокий. В студент-коллегии были именно только немецкие, именно предметы посвящены немецкому языку и только ему. Да-да, там был немецкий, причем 10 часов в неделю, но я там особо ничего не делала, потому что, скажу честно, там для меня было очень просто. Сколько всего часов в неделю было примерно в среднем? Ну вот 10 часов в неделю. Нет, во всех примерно в месяц? Во всех предметов, ой, сложно сказать, наверное, ну это как в школе, то есть... То есть по сути, каждый день 6 в среднем уроков? Да, это даже реально поменьше. Окей. Это время ты еще чем-то занималась или все время уходило на учебу? Я, ну мне было достаточно легко в студент-коллегии, но нет... Из-за немецкого, потому что время немецкое освобождалось. Да, и еще из-за того, что у меня была сильная подготовка в школе, я считаю, все-таки это важно, то есть не просто поступить, но иметь еще багаж, потому что затем ты поступаешь в университет, тебе надо что-то знать, и да, это важно. Что-нибудь интересное... А, нет, даже не так. У тебя, я знаю, есть парень, и парень на момент окончания школы, у него был какой уровень немецкого? У него, я не помню, по-моему, подтвержденный был А2, ну то есть... А2 и чуть, может, выше, да, подтвержденный А2. Что делать тем людям, которые также хотят учиться в Германию, но у них уровень не С1, а только А2? Какая дорога? Да, у него была такая же ситуация, получается, я уехала в студент-коллег, он остался в России, потому что с таким уровнем не было возможности поступить. и активно начал учить язык, потому что понял, ага, так, надо, значит, стараться. А со 2 студент-коллег просто не возьмут, без вариантов? Нет, нет. Минимум В1? Да. Да, мы об этом говорили точно. Да, да. Вот, и он активно учил язык, подтвердил В1, может быть, у него еще и выше был уровень, вот именно подтвержденный был В1, сдал экзамены, уже ему приходилось ехать в Германию для того, чтобы сдавать, не как у меня в школе была возможность, вот, и поступил тоже со мной, вот в тоже студент-коллег, который я, только я на тот момент уже поступила в университет. Ага, на какую специальность? Медицину я сейчас учусь. Это ты, вы парень? А, а он поступил сейчас на энерготехнику. Есть ли разница в требованиях к языку? Для медицины, допустим, я слышал, что выше нужно на знание языка, чем на технических профессиях. Да, тут тоже такая сложность, что университетов в Германии очень много, и вот в моем сообществе про студиум часто задают такие вопросы, а вот какой уровень нужен. Я хочу сказать, у университетов могут быть разные требования, но в большинстве своем нужен C1. Для технических специальностей бывает нужен B2, но скорее C1, нужно на это ориентироваться. Обучение на английском возможно или нет? Если возможно, то насколько это популярно в Германии? Очень популярно, Саша. Сейчас вообще Германия очень популярная страна в плане образования, в плане студентов, потому что там бесплатное образование, мы тоже хотели об этом рассказать. То есть это очень привлекательно. То есть очень много на английском учатся и на немецком? Очень много вообще. У меня такой очень маленький студенческий городок, я там вообще немцев вижу реже. Ага, те, кто учатся на английском, и также нужен сравнимый уровень знаний только на английском языке. И у них тоже будет студент-коллег на английском? Нет, у них нет студент-коллега. На английский в основном поступают еще тоже чаще на магистратуру. Вот, и у них, да, немножко другие требования. Надо сказать тоже, чтобы не вводить идею в заблуждение, что есть и другой путь для поступления. То есть можно поступить, я избрала такой путь, что я закончила школу, поступила в студент-коллег, потом в немецкий университет. А можно, ну, закончить школу, проучиться год в России или в родной стране, и потом поступить сразу в университет. То есть вот этот год... Проучиться год уже в русском университете. Да, в российском университете, и потом поступить уже в Германию. То есть это тоже вариант. Это не обязательно поступать. А что касается денег, да, остановились на этом вопросе. Платное образование в Германии есть, но это но частное. Государственное, по-моему, оно все одинаковое. Да, только с одной такой неувязочкой. Вот последняя такая информация, очень актуальная, это то, что есть такая земля, Баден-Бюртенберг, думаю, очень известная. И там недавно ввели плату за обучение для иностранцев. И она составляет 1500 евро в семестр. Есть, конечно, частные университеты. Там совсем все, что угодно может быть. Не будем их касаться, это отдельная история. Это именно государственная. Сколько ты платишь на твоем бесплатном образовании? Там кое-что, но надо все равно платить. Сколько и почему? Платите семестровый взнос. Он у меня составляет, тоже может варьироваться от вуза к вузу. Он не составляет где-то 330 евро. И половину из него я плачу за билет, который мне позволяет ездить, ну, студенческий билет. Проездной. Да. И по нему можно ездить вообще на очень большие расстояния бесплатно. Также этот доступ в библиотеку. Да. Ну, то есть и остальная часть вот этого взноса, это разные взносы, там, библиотека, ну, вот такие всякие орбзносы. Да, тема денег, наверное, вообще интересная всегда всем, как у Дудя, так что попробуем узнать на этом вопросе поподробнее. Сколько в месяц примерно ты живешь? Ты общежитие или квартира? Я снимаю с моим молодым человеком квартиру сейчас. Какие квадраты, сколько вы платите? Ну, у нас очень маленькая сейчас квартира, 33 квадратных метра, вот. И платим мы вместе 500, где-то 500 евро, чуть больше. В Хессене, надо сказать, очень дорогое жилье. Вот. Да, по-моему, у меня останавливается. Земля Хессен. Хессен, да, это где я учусь. А город? Марбург. Марбург. 500 с небольшим евро? 500 евро, да. Это квартира, питание. Вот. Ну, если говорить именно конкретно по моей, мои расходы, то есть вот половину я получу за квартиру 255 евро, и в остальном где-то выходит 750 евро, то есть вместе с квартирой. 750 евро в месяц. 750 с человека? Да, с человека. То есть вдвоем вы примерно полторы тысячи, этого хватает и на квартиру, питание, проезд и обучение, вот эти 300 там с чем-то евро. Нет, это не включает, то есть это мы отдельно. Ну, еще чуть больше. Это чисто вот в месяц, что мы тратим, там, еда, всякое такое. А что касается подработки, вы вместе подрабатываете, где-то официально, неофициально, насколько это можно сказать. Я думаю, что у нас немцы смотрят. Ну, я не подрабатываю, потому что мне на медицине, честно сказать, вообще нет времени просто на это. Парень мой, Иван Грюков, он тоже, кстати, савтор этого проекта про студиум. Да, про студиум, в общем, давай коротко сразу тогда. Это сообщество ВКонтакте, в котором люди, кто уже переехал или кто хочет переехать учиться, друг другу помогают, советуют, делятся опытом. И я оставлю ссылочку, если вам интересно, если есть среди моих зрителей те, кто хочет учиться, или уже учится, вступайте в сообщество и развивайте его. Всегда взаимопомощь, это нужно. Да. А теперь про парня, что-то, про подработку. Подработку, да. Ну, просто много говорим о сообществе. Да, он сейчас подрабатывает в небольшой фирме и зарабатывает где-то около 500 евро в месяц. Вот, ну, то есть, там, в зависимости от часов можно и больше. А сколько в час получается? 12 евро в час. Это уже не минимальная зарплата? Это не минимальная зарплата, минимальная сейчас где-то 8, где-то 9, где-то 9. С половиной, по-моему. Где-то 9 евро, да, уже почти. Вот. И 12 евро для студента это очень хорошо. Есть, конечно, больше, но это нормально. Окей, примерно 500. А откуда вы берете остальные деньги? Родители помогают. Да, родители, необходимые условия, это тоже, может, важно для тех, кто смотрит именно с познавательной точки зрения, для того, чтобы приехать, для того, чтобы вам дали визу, нужно иметь финансирование. И одно из финансирований, один из вариантов, это блокированный счет. Вот, этот блокированный счет нужен почти на 9 тысяч евро. В смысле, там лежат деньги, оттуда нельзя снимать деньги? Это нам бы все официально показать. Только в месяц раз в месяц можно снимать вот это 720 евро. Это важный момент, но это именно, чтобы визу получить. Это, чтобы получить визу. Виза у вас у обоих студенческая? Да, конечно. Насколько? Национальная. Ну, она выдается где-то на год, и потом ты продлеваешь. Продлевать легко? Ну, так, ну, легко. Показывают деньги, тебе продлевают. Финансирование, это, конечно, очень важная вещь. Очень важный момент, да. Для того, чтобы продлили, знаешь, чтобы была возможность. Ну, да, ну, то есть, по нынешнему курсу 9 тысяч, это уже приличные деньги, это еще подкопить нужно. И это существенный момент, наверное, чуть ли не тяжелее, чем язык выучить. Хотя язык немецкий, как мы знаем, тоже не так просто выучить. Ну, с твоим каналом. Ну, с твоим каналом. Это можно всегда. Покупайте самоучитель немецкого языка. Так, сколько же нужно времени, чтобы выучить немецкий язык? Этот вопрос я слышу от вас чаще всего. К сожалению, ответа у меня на него нет, потому что все зависит от тысячи нюансов. Но я с удовольствием могу ответить вам на другой вопрос. Сколько времени нужно, чтобы самостоятельно подготовиться к экзамену А1? Откуда я это знаю? Да, от вас же. Возьмем, например, девочку Веронику из Москвы. Всего за два месяца самостоятельной подготовки по моему самоучителю она сумела сдать экзамен А1 на 95 баллов. Хотите так же? Внизу я оставлю ссылку на 5 бесплатных уроков моего самоучителя. А так же новаторский аудиокурс. Ну а мы, пожалуй, продолжим интервью. Кстати, а есть что-то такое, как в Америке, да? Там в Америке ты тупой, но ты играешь в футбол американский, тебя берут просто бесплатно в университет. Такое есть что-то и по спортивным заслугам? Нет, нет, нет. Думаешь, нет? Именно знания всегда в горосусе. У них есть какие-то отдельные вещи для армии, для тех, кто служит в армии, там какая-то поддержка. Да, но больше я не знаю. То есть в остальном вот такого, как у нас... О льготах. В Германии, я знаю, совершенно другая система, что касается стипендий. Что в немецком понимании стипендий и как ее получить или не получить? Вот немножко различается это понятие у нас. В Германии стипендия это как у нас грант, да? То есть ты должен подать документы, тебя там потом решают, комиссия решает, давать тебе или не давать стипендии. А что должно быть в этих документах? Посмотрите, какой я умный или что? Типа того, да. То есть ты должен показать себе заслуги. Очень большое внимание обращать на социальную деятельность, что у нас, мне кажется, меньше. У нас в основном, посмотрите, олимпиады, вот это все. А в Германии очень большое вот такое ангажмон. Ангажмон, конечно. Слово Лиду было. Даже такое слово, его просто в российском, в русском, у нас обоих нету понятий. Скорее, вы всегда... Волонтер социальной деятельностью, правильно. Да, социальная деятельность. Пыталась ли ты получить? Очень, да, пыталась. Очень пыталась, потому что, конечно, финансирование – это очень важно, но сложно, потому что, хочу сказать, вот ты смотришь на эти стипендии, просматриваешь, ты сам должен это все искать, и там почти каждая вторая, если не каждая, она недоступна для иностранцев. Насколько я помню, раньше это было полегче, но сейчас, мне кажется, из-за того, что как раз наплыв студентов со всего, наверное, со всей Европы, а не только из стран СНГ, наверное, сложнее стало получать стипендии, потому что стипендий столько же осталось стипендов больше, да? Окей, легче пойти работать, наверное. Ну да, но я хочу сказать, что это вот конкретно для моего случая. Если вы собираетесь поступать на магистратуру или там доктора делать, то это намного все легче, там очень много стипендий. А вот в начальном пути обучения готовьтесь к тому, что вам нужен будет этот счет, финансирование, либо подработка. Не рассчитывайте особо на стипендии, это скорее исключение, к сожалению. Ну давай тогда такие вопросы. На твой взгляд, какие самые большие плюсы обучения в Германии? Можно ли в сравнении с Россией и просто плюсы, на твой взгляд? Ну, первый плюс я бы хотела сказать, что на первом курсе в российском вузе, вот у меня многие знакомые учатся, я сама не училась в России, но есть вот такие предметы, как поступаешь ты на машиностроение, у тебя есть какая-нибудь философия, русский язык, какая-нибудь обучение, я не знаю. С этим я согласен. И я просто думаю, зачем это все нужно? Вот у меня на первом курсе были предметы, на которые на медицине изучаются, монатомия, все, никаких лишних там. Все узкоспециализировано, это круто. Зачем это все, мне кажется, лишнее? Это первый плюс. Второй плюс, знаешь, какая-то свобода, что ли? Я не знаю, как это особо объяснить. Атмосфера. Да, на лекции у нас, например, не обязательно ходить, и ничего тебе за это не будет. То есть вот ты хочешь, ходишь, хочешь, не ходишь. Там все регулируется по экзаменам. То есть ты можешь вообще не ходить, ты создашь экзамены, все. Ну, в смысле, на лекции ты можешь не ходить, но есть специальные практики, и семинары. Да, да, и семинары. Там анатомия, вот это все людей резать, вот это все надо ходить. Ты резала людей? Конечно. В смысле, прям людей или специальные улеживания? Труппы. Труппы ты уже была, и как это выдержала твоя женская психика? Нормально. Нормально? Тебе даже понравилось это. Ну, нет, сначала, конечно, это было немножко стрёмно, но в этом семестре у меня тоже будут всякие сердечки, печень, все такое. То есть, кстати, вот такая интересная ремарка, у меня подруга уехала много лет назад, шесть лет назад в Америку, или там уже восемь, и она сейчас тоже учится на медицину, и она рассказывает, сколько это стоит, я даже эти цифры не буду называть, то есть, по обучению в Германии или сравнить с Англией, вот именно в финансовом плане, мы говорили, что вроде бы дорого это все, но если вы хотите учиться в Европе, это, наверное, самое лучшее по качеству, вот цена-качество вы нигде такого не найдете, как в Германии. Это прям факт, кто не интересовался вопросом вообще, это сто процентов. Еще какие-нибудь плюсы? Узкая специализация сразу к практикам, и те предметы, что нужны будут. Что еще? Не знаю, наверное. Ну, в принципе, если касаемо обучения, то это и есть самый главный плюс. Тебе обучение именно дает тебе практические знания, потому что я вот после российского университета могу сказать, все мои успехи в профессии, это именно практика после университета. Университет в России помогает сделать одно, в моем случае. Найти знакомых, с которыми ты потом можешь кооперироваться. Первых учеников я находил именно через моих знакомых, которые работали в школах уже, либо в частных, либо в официальных. Вот. Именно практики не было вообще, и была вот эта вся, и философия была, и ОБЖ там, и чего-то как-то не было, да. Минусы тогда тоже важный вопрос. На твой взгляд, минусы, я, наверное, обучение, на мой взгляд, насколько я понял, минусов почти нету или практически есть. А, еще из плюсов, пока немножко я растерялась, да, но еще один важный плюс, это честность. Я, ну, знаете, вот это ВК ходит, всякие шуточки, типа там, списал, в Германии списать на экзамене, это, ну, это неважно. это, да, я видела на моих глазах, вот, передо мной сидела девушка, она пыталась что-то списать, и ее просто взяли, и вывели, и ей поставили, ну, ну, не исключили пока. Ее не исключили, но просто ее, как экзамен поставили, как личный штанд, короче, мне... задоволь, все задоволь, окей. Ну, и за ней пристально будет сидеть еще, как бы, то есть это, ну, как... Ни разу не видела, чтобы кто-то списывал, ни разу. Ну, видела, но это закончилось. И чтобы кто-то списал успешно? Не, ну, бывают случаи, но это, это такой риск. Ты в твоей вот практике, не то, что видела, кто-то из знакомых было, что-то списал, и... Ну, прям весь экзамен нет, это нерябь. Частично что-то. То есть там что-то посмотреть, конечно, может быть, но... Так, что халявщики в Германию не едят, это лучше. то есть, ну, это как и плюс, так и минус, наверное. Это скорее плюс. Может быть, только с российским интернетом можно как минус рассматривать, это, конечно, 100%. Или еще, типа, заплатить деньги за экзамен, это вообще... Ну, это, я думаю, и так понятно. Вот это... Ну, не знаю. Причинству должно быть понятно, что в Германии... Вот у нас спрашивали в сообществе, типа, можно не заплатить, да. Окей. Минусы. Минусы интересны не только обучение, потому что, опять же, на мой взгляд, их практически нету. Если есть, назови. А жизнь, может быть, что тебе не нравится, что-то вот живешь в Германии, живешь чего? Какие минусы? Сложно сказать, если честно. Иногда, конечно, менталитет, то есть, такие жизни... Например? Ну, либо какой-нибудь пример, либо в целом. Вот, менталитет. Какие бывают недостатки? Ну, не знаю. Бывают иногда... Знаете, немцы очень открыты, и им вообще реально все равно, что ты о них думаешь. И некоторые, вот, меня лично раздражает, не знаю, подходят тебе и могут что-то высказывать начать. Не знаю, я помню, там ездила на велосипеде, я вообще продвигаюсь только на велосипеде в Германии. Так, вопрос о спорту. О спорте. Купила там велосипед? Да, купила, поддержанный, причем очень классный велосипед. Супер. Да. То есть, тебе билеты не нужен, по сути, которые, проездные, которые ты все равно не можешь бы наплатить? Ну, да, но по городу... Только если ты был за город? По городу... Ну, нет, если бы не было велосипеда, я бы, конечно, не ездила на автобусе, а так нет. Ну вот, и там я как-то не уступила дорогу, ну, я неуверенно себя чувствовала, и велосипедист начал на меня орать, что я не уступила ему дорогу, ну, в общем, у них есть такая открытость, какая-то честь. Да, потому что у них это давным-давно уже устаканено, и все они знают, как и что, а если ты как турист случайно зашел на велосипедную дорожку, лучше этого не вернуть. поэтому... Лучше. И у нас в России, совершенно у нас сейчас играми начали велосипедные дорожки строить, наверное, заметила, у нас наоборот, вот эта разница, ну, потому что у нас это только начали владеть, как и раздельный мусор, у них это уже тысячу лет, у нас только пытаются что-то пробовать. Ну, и кто-то. Вот, поэтому это менталитет. Ну, а, допустим, вот эта излишняя честность, какие-то доносы, допустим, нельзя курить в комнате или на улице где-то рядом, ты покурил, на тебя, скорее всего, сразу донесут. Кто-нибудь, как-нибудь, или... Я просто... это сказать, что в Германии немножко, где я живу, в Барбурге, это студенческий город, там немножко попроще с этим. Меня в свое время, ну, потому что я много учу, у меня наверху жили патимейкеры, вот, и мне нужно вставать в субботу в 6 на практику, а они там до 6 гуляют. Я-то сама на них уже реально жаловалась, потому что, ну, это... Жаловалась, кому позвонила? И хаусмайстер, и все. И что, по гордон? Да, они потом съехали. Ну, у меня закончились вопросы на сегодня, но как создатель сообщества, в котором, в котором именно такие вопросы задаются, у тебя, наверное, есть какие-то моменты, о которых я не спросил, но интересно будет рассказать, которые интересуют многих людей. Давай. Да. Ну, например, часто вопрос, это такой очень обширный вопрос, как поступить в Германию. Конечно, за него не ответишь, там, за 2 минуты или в одном предложении. И, конечно, самое важное, это иметь языковые знания. Вот, все остальное, мы создали такой PDF-файл, документ, где можно посмотреть, почитать все эти шаги более подробно. А, там сколько страниц? Одна или много? Много, то есть там можно выбирать, это же все зависит от уровня, какой у тебя уровень образования. В общем, довольно большой класс информации. Это файл, можно найти в вашей группе. Да, мы ставим на него срок. Он бесплатный? Да, да. Да, так что, если вы интересуетесь, просто вы можете скачать PDF-ку и узнать все самое интересное о том, пошаговый план, как поступить. Есть ли еще что-то, о чем вы не говорили? Я думаю, интересно будет тоже узнать людям, особенно, если вы хотите поступать. То, что я заметила, опять же, как создатель сообщества, как администратор, то, что очень многие ребята при выборе университета ограничиваются крупными именитыми вузами. Мюнхеном там есть, Мюнхен и ЛМУ, и Берлин. Но Гидерберг еще довольно известный. Вот все. В большинстве своем люди хотят поступить только туда. А надо? Я не знаю, надо или нет, но мне кажется, это такая, знаешь, советская, российская психология, что вот у нас в России есть только два вуза Москвы и Питера, например. Два города, где вроде как самое лучшее образование, и в российском случае, я думаю, это действительно имеет место быть. У нас реально образование получше в столице. А в Германии, насколько я понимаю, это не джак. В Германии эта логика не имеет своей... Ну, в общем, не работает. И в Германии есть вузы, которые, например, не всегда в крупных городах. Ну, например, мой вуз в Морберге не очень... Город не очень крупный, но он тоже очень хороший, очень... То есть море студенческих городов с классными университетами и где круто будет учиться, независимо от специальности. Не ориентироваться на две столицы. Кстати, можно сказать, что в Германии тоже две столицы своего рода. Типа южная столица это Мюнхер. Нет, по сути, в каждой земле есть столица, поэтому можно сказать, что там есть... Но Мюнхер и Берлин побольше намного, чем все остальные города. Еще Гамбург, наверное, можно добавить. Все остальные города уже значительно как-то поменьше все равно. Я считаю. Даже по населению. Даже по населению. Города-миллионников у них всего два или три, по-моему, Германия три. Поэтому так... И зацепливайтесь. Сегодня... Есть такая еще фишка, концовочка нашего интервью. Мы подумали, что будет интересно поболтать по-немецки. И все, давайте попробуем. Okay, Надя, ха-ло! Ну а-ло! Und erzähль мне dann über deine Zukunft. Was хочешь о Zukunft machen? Wie... Wie sehen deine плены aus, was nächste drei Jahre betrifft? Also, nächste drei Jahre, das ist ja... Ich muss noch viel studieren. Ich bin jetzt im zweiten Jahr von meinem Studium. Und daher muss ich noch etwa vier oder fast fünf Jahre noch studieren. Nach meinem Abschluss kann ich dann eine Richtung wählen, wo ich arbeiten möchte. Zum Beispiel Cardiologie oder Pneumologie sozusagen eine Spezialisation. Hast du schon darüber Gedanken gemacht, was du weitermachst? Nee, also ich muss noch wirklich so viel studieren, so viele Jahre. Und ich habe noch nicht diese klinischen Fächer. Deswegen muss ich noch oder habe ich noch Zeit zum überlegen. Mir fällt gerade noch eine Frage ein. Ob du deutsche Freunde gefunden hast? Ja, aber das ist auch ein bisschen schwer mit der Zeit, also weil wir nicht so viel Freizeit haben. Daher habe ich Menschen, mit denen ich Kontakt habe, aber auch nicht nur aus meiner Stadt. Also auch, aber ich habe auch viele russische Freunde. Auch aus anderen Ländern? Ja. Aus welchen Ländern? Aus China. Wirklich? Ja, ja. Okay, danke für das Interview und wir sehen uns vielleicht noch nächstes Mal in zwei Jahren. Sehen wir uns wieder. Wenn ich wieder da bin. Gut, danke. Tschüss. So.